Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня я приготовила для вас подборку с моими любимыми бюджетными средствами из декоративной косметики. Несомненно, некоторые из них вы уже видели в моих роликах, но это будет такой сборник всего того, чем пользуюсь я сама, что дарю своим близким или рекомендую. И вы всегда сможете вернуться к этому видео, если вы находитесь в поиске чего-то недорогого и того, что вам может пригодиться в вашем повседневном макияже. Конечно, столько косметики одному нормальному человеку не надо, и моя косметичка всегда будет отличаться от тех, у кого небольшой набор чего-то, чем вы пользуетесь на каждый день. Но я многое покупаю для того, чтобы попробовать что-то, чтобы найти какую-то альтернативу, или же мне самой интересно. А некоторым средствам я вот правда не вижу замены даже в дорогом люксовом сегменте. Ну что, поехали! Подбор тонального крема – это та еще задача. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Все очень индивидуально. На каждый день я выбираю что-то с легким, ну, к среднему покрытием, в зависимости от состояния кожи. Для меня важен комфорт, и чтобы я вообще как бы не чувствовала, что на лице что-то есть. Но при этом, чтобы недостатки были скрыты. Все сложно. На каждый день мне очень нравится биби-крем от бренда Пупа. Некоторые из вас спрашивали, почему он не появился в подборке на весну и лето, только по той причине, что он вновь закончился. Я покупала его дважды, между прочим, по вашей рекомендации, поэтому жду ваших наводок в комментариях. Я всегда все перечитываю и записываю, что стоит приобрести. Этот биби-крем абсолютно прекрасен. Он ложится как крем, он не западает в поры и морщинки. Его можно наслаивать, еще и SPF 30. И то, что я не устану повторять, пожалуйста, Пупа, сделайте больше оттенков, потому что один подходит мне, ну, в большинстве случаев, но хотелось бы, чтобы были оттенки и посветлее, потому что это скорее такой средний. А номер два, он уже загорелый. Чудесное средство, я его очень сильно любила. Второй тональный крем от бренда Enough. Это вообще один из самых лучших из всех, которые когда-либо у меня были, даже учитывая самые дорогие. Я перепробовала много тонов от бренда Enough, и не могу сказать, что какой-то из них мне категорически не понравился. В них есть небольшие различия, но вот этот какой-то самый универсальный, потому что он дает среднее покрытие, к плотному его можно наслаивать, его можно растягивать. Он очень пластичный, он не залипает, но когда вы его нанесли, а потом еще и припудрили, он держится целый день. То есть стойкость здесь на моей коже, опять-таки, очень хорошая. Мне подходит оттенок 21 на те времена, когда я не загорелая, и когда есть хотя бы небольшой загар, номер 23. Я использовала где-то две трети упаковки, и нужно купить новую, потому что очень большой объем, а он давно открыт. Я переживаю за то, что уже, может, немножечко подпортился, и я стараюсь за этим следить. Этот тональный крем я иногда даже подмешиваю в какие-то неудачные и супер дорогие, которые не дружат с моим лицом, и даже вот в таких случаях он срабатывает таким образом, что все ложится гораздо лучше, ровнее и приятнее ощущается. В нем все-таки есть один минус, о котором я должна сказать. Это довольно ощутимая отдушка, к которой я со временем привыкла, поэтому сразу не сообразила, ее могло бы и не быть. Я была бы благодарна. Еще один тональный крем со средним покрытием, с красивым, роскошным, сияющим финишем, но это как светоотражающие частички, которые не видны, как отдельные блестки, но в общем создается эффект холеной, дорогой кожи. Он очень похож по эффекту, потому как ощущается, носится, выглядит на Ив Сен-Лоран Тушекла. Это Maybelline Fit Me для сухой нормальной кожи с витамином Е. Здесь SPF 18. У меня только загорелый оттенок, поэтому пользуюсь им после лета, летом, и тогда, когда на мне автозагар. Оттенок 120 далеко не светлый, но там есть разные, в том числе и не загорелые. А сам по себе тональный крем очень классный. Советую, если вам нравится такой финиш. Тон от Paese тоже дает среднее покрытие. Это средство, проверенное экстремальными условиями. Я провела с ним все новогодние рождественские праздники. Это то, что я могу нанести рано утром и смыть поздно ночью, и в течение дня вообще не проверять, что там с моим макияжем. Он всегда будет безупречным. Он хорошо скрывает несовершенства. Он делает лицо идеальным. Он не закатывается в морщинки, в поры, не мигрирует. Да, может проявиться блеск, потому что это не матовый тональный крем. Он скорее такой увлажняющий, но не чрезмерно. То есть, если у вас комбинированная кожа, вам тоже может понравиться. И он очень пластичный, его можно растянуть. То есть, наносишь немного, он дает хорошее покрытие, поэтому вы и так хорошо выровняете тон лица, но при этом не будет ощущения какого-то плотного слоя тонального крема на лице. Я буду использовать его даже летом, потому что у меня есть несколько оттенков, но мой самый универсальный в номере 1. Моя собака пришла мне помогать. И последний, не тональный крем, а BB крем от бренда Bourjois, линейка Healthy Mix. Он когда-то у меня был, я вспомнила, насколько он хорош, и купила его повторно. Это тон, который дает меньше увлажнения и меньше вот этого влажного сияния на лице, чем все предыдущие. Именно поэтому он может понравиться тем, у кого комбинированная, комбинированная жирная кожа. И он такой и в пир, и в мир. Его очень просто нанести, распределить. И если у вас сухая кожа, вам вовсе не обязательно его припудривать, потому что это скорее такой сатиновый опять же финиш. И он дает от легкого к среднему покрытию. В течение дня носится хорошо, весной и летом. Мне кажется, что этого более чем достаточно. И те, кого раздражает вот этот эффект жирного блина, могут быть спокойны. Здесь этого нет. Консилеры и корректоры. Если бы у меня забрали всю косметику и сказали бы, иди в ближайший магазин и купи себе что-то под глаза, мой выбор пал бы на консилер от бренда Max Factor из линейки Radiant Lift. Согласна, что это middle market, но покупая онлайн, будет недорого. Я сейчас так и делаю. Он сочетает в себе все свойства достойного консилера, потому что он и перекрывает у него средняя плотность покрытия, и подсвечивает область под глазами, дает дополнительное увлажнение, еще и хорошо держится. Конечно, для суперстойкости консилера под глазами лучше немного все припудрить. Но если вы этого не сделаете, то ничего критичного не произойдет. Консилер будет на месте. Я вам показывала, как нанести его таким образом, чтобы ничего не заваливалось в складочке. Сначала распределяем губкой, а потом ватной палочкой аккуратно проходимся по нашим морщинкам. Куда хочешь, не хочешь, любой, даже самый хороший консилер, может попасть. А так, в течение дня область под глазами остается свежей, не видны никакие синяки, даже если я совсем не выспалась, если я плохо себя чувствую, и так далее, он скрывает все то, что должен. О нем как-то редко говорят, а я считаю, что все должны о нем знать. Упаковка здесь, конечно, на любителя, потому что помимо того, что это тюбик, есть еще и такая как бы губка. Но я зачастую все это выдавливаю и аккуратно распределяю пальцем. То есть ею я ничего не растушевываю. Выглядит непримечательно, но я ее обожаю. Я должна признаться, что я всегда выбираю консилеры, которые подходят не только молодой коже, но и возрастной. И вот этот вот Max Factor вписывается во все мои требования и ожидания. Но если вы любите что-то, что совершенно незаметно на коже, вот это мой выбор тоже реально для повседневного макияжа, когда я там не фотографируюсь, хотя я частенько это делаю, но не всегда хочется вот прям все зашпаклевывать и выглядеть как с иголочки. Достаточно немножечко освежить свой внешний вид и уже хорошо. И в таких случаях мне помогает консилер от бренда Paese. Это линейка Claire, наверное, именно такой подсвечивающий консилер для области вокруг глаз. Он небольшой, он уже потихоньку у меня заканчивается. Мой оттенок номер три. Я все постараюсь вам указать в инфобоксе, но со сводчами могут быть проблемы. В некоторых случаях здесь вот такая вот кисточка и он очень увлажняющий, светоотражающий и с небольшим покрытием. Я думаю, что вы оцените, если вы любите минималистичный макияж или вы просто-напросто в этом не нуждаетесь, чтобы там все как-то сильно замазывать. и если у вас есть какие-то несовершенства на коже, постакне или же пигментные пятна или сосудистая сеточка, мне эта вещь помогает для того, чтобы скрыть пятна от прыщей. Когда они проходят, не хочется ходить с пятном, и я его предпочитаю чуть-чуть замазать. Это то, что я покупала девочке ну раз пять, наверное. это консилера корректор от бренда Pupa линейка Wonder Cover. Я всегда беру себе второй оттенок, я уже все уши вам прожужжала о нем, но даже если у меня с лицом все хорошо, мы куда-то едем, я знаю, что может случиться трабл, и я всегда на всякий случай тяну его с собой, потому что я знаю, что он спасет меня в каждой ситуации, и это та штука, которую тоже можно нанести под глаза. Если вам нравятся корректоры, консилеры под глаза типа Tarte с большими аппликаторами, то вам понравится, но этот не сушащий, такой как тот же Tarte, и он очень приятно ощущается на лице, и он очень-очень стойкий. Под глаза признаюсь честно, что я практически никогда его не использую, разве что я делаю смоуки айс, а смоуки айс вы знаете, насколько честно можно увидеть на мне, поэтому как бы да, только на лицо для того, чтобы скрыть какие-то приключения, и также, если вы видите что-то подешевле, то это может быть Rimmel Multitasker, это может быть Lovely, тоже с таким большим джамбо-аппликатором, с розовой вот этой крышечкой, но я как-то настолько привыкла к этому, и у консилера-корректора от бренда Pupa чуть больше покрытия, и он чуть лучше носится, как бы более стойкий, можно сказать, даже без пудры, и я тоже заказываю его на Allegro, на каком-нибудь, или беру на скидках в Rossman, и тогда вообще получается там 8 долларов, и его хватает надолго, потому что здесь большой объем, не могу без него, правда, не могу. с пудрами, также все сложно, как и с тональными, и с консилерами, поэтому я приготовила вам штук 5 разных. Первая пудра от бренда Eveline, это линейка Variette, я ею втихаря пользовалась несколько месяцев, и поняла, что она очень крутая, и я должна вам о ней поведать. Это пудра, которая как будто влажная, у какого-то бренда было нечто похожее пару лет тому назад, по-моему, у Бекки, если я не ошибаюсь, в общем, это рассыпчатая пудра, которая с таким холодящим эффектом, как будто немного влажным на лице, но когда она распределяется, она очень комфортно, не сухо ощущается, но при этом ваш макияж становится матовым. В общем, это сложно объяснить. На словах это нужно попробовать, при том, что пудра недорогая, я думаю, что стоит рискнуть, но не бойтесь того, что она как будто желтая упаковка, на самом деле она абсолютно прозрачная, она продается в такой, знаете, очень даже достойной упаковке, посмотрите, здесь пуховка, но я обычно наношу все кисточкой, и здесь у нас еще и крышечка, для того, чтобы она не высыхала, и я сейчас блестю, как обычно, я такое люблю, на камере это не всегда хорошо выглядит, поэтому те, кто это не любит, сейчас наконец-то будут ликовать. Вот так немножко, то есть эффект как бы не глухоматовый, но и не пудровый, очень круто, особенно мне нравится то, что это недорого. Вторая пудра тоже рассыпчатая, но она совершенно другая от бренда Maybelline, она у меня тоже в темноватом оттенке, нужно купить посветлее. Линейка Fit Me это рассыпчатая пудра, которая фиксирует макияж и дает чуть-чуть дополнительного покрытия и эффект такой сияющей кожи, но это вам не метеориты, то есть она как будто зашлифовывает ваш макияж, матирует лицо, но это не меловой эффект, оно остается живым, таким слегка подсвеченным. Если же вам нравится что-то в стиле метеоритов, но вы ищете бюджетные альтернативы, я уже рассказывала, но повторюсь, это тоже может быть пудра варите в прозрачной упаковке от бренда Эвелайн или же в зеленой упаковке от бренда Буржуа. Вот эти две пудры, они как метеориты. Вот это от Maybelline нечто другое, но я думаю, что более универсальное, чем вот эта пудра очень хорошая. Одна из самых универсальных пудр, таких прозрачных, которая подружится, ну буквально с каждым тональным кремом, самый близкий аналог моей любимой дорогой пудре от бренда Сенсай. Можно и под глаза, и на все лицо. Сделает его, ваше лицо, не таким глухоматовым, просто зафиксирует макияж, скроет поры, можно нанести под глаза для фиксации консилера, и нравится то, что она прозрачная, не имеет цвета, поэтому можно пробовать. Ну и отдельно пудра под глаза. Такие пудры имеют место быть, потому что именно они всегда круче всего работают с областью под глазами. Вот это от бренда Хеан, у меня ее здесь, кстати, не так много. Она белая, но она на лице полупрозрачная, если нанести микроколичество. Если вы переборщите, у вас будет ее видно в виде чего-то такого беловатого, поэтому берите совсем немного и пушистой кисточкой под глаза. Я ее пользовалась максимально долго и забыла о ней, поэтому вы сейчас видите ее чаще вот достала, буду снова пользоваться. Это очень крутая пудра, она легкая, она такая мелкая, она хорошо фиксирует консилер, в том плане, что она как бы разглаживает дополнительную область под глазами, она еще подсвечивает немножко, потому что там есть такие светоотражающие частички, и консилер даже самый увлажняющий весь день и всю ночь, если надо, остается на своем месте. Пудра, которая способна даже заменить тональный крем, если вы любите минимальное покрытие, вам этого вполне может быть достаточно. Пудра еще и без талька, это бренд Кико, запеченная, она с сатиновым финишем, очень похожа на мою любимую от бренда MAC, есть несколько оттенков, у меня загорелая, сейчас использую ее в качестве бронзера, но брала ее на лето. Приятнейшая пудра, она сгладит какие-то как бы недостатки, недочеты вашего тонального крема, если где-то что-то не так легло, если что-то не растушевалось, не дорастушевалось, если вы не особо умеете краситься, то набираете на кисточку, проходимся по лицу, и у вас мгновенно такой более однородный тон лица. Категория брови, чего только не придумали для бровей, то, чем я пользуюсь в тех случаях, когда мне нужно за 3 секунды дорисовать себе брови и куда-то бежать, без бровей я не люблю, на каждый день мне нравятся легкие тонны брови, остальное может отсутствовать. Так вот, для бровей, то, что вообще без заморочек, это карандаш, который как пудра ложится, то есть, это именно пудровый карандаш, он не жирный, он скорее как суховатый, но он не царапает, то есть, он очень быстро отдает пигмент, и он по факту не заметен на ваших бровях, но он заполняет пробелы, и это мой самый идеальный оттенок, такой, как мне нравится и не рыжий, и не слишком холодный, и это карандаш от бренда паэзе, и цена у него приятная, мой оттенок Honey Blonde, но у меня есть еще пожалуй самый универсальный, тот, который подойдет очень многим девочкам славянского типа внешности, Ash Brown, по-моему, оттенок, мне его как-то прислали, но я вот этот себе покупала, и он вот для таких светленьких пшеничных блондинок, и даже посветлее, чем я, это правда такой цвет, как надо, а вот Ash Brown, он вообще большинству подойдет, скажем так, у меня есть свои заморочки, мне нужна небольшая оливковая нотка, и она здесь есть, но никакой рыжины, он очень крутой, он очень простой, он растушевывается еще вот такой вот кисточкой, которая находится со второй стороны, и вот этот карандаш, тоже так долго был у меня, он уже закончился, поэтому вот сейчас новый, если же вам нравятся тоненькие карандаши, мне они тоже нравятся, с тонким стержнем, дело в том, что пудровый не рисуют поверх геля, или поверх мыла для бровей, а вот такие карандаши отменно работают, и я покупаю эти уже на протяжении нескольких лет, от бренда Avaline, у меня оттенок я сейчас вам покажу, и им наверное так как-то удобнее и привычнее будет оформлять брови многим девушкам, со второй стороны здесь есть щеточка, что конечно же помогает расчесать, вычесать где-то продукты, в целом сделает его менее заметным, а не как одна полоска, которая нарисована вместо брови, я вот в прошлом году наверное или в позапрошлом открыла для себя лайнеры для бровей, и не могу от них отлипнуть, тоже Avaline, мой оттенок самый-самый кайфовый это Light, со второй стороны еще есть пудра, она кстати достаточно стойкая, я этими средствами пользовалась на море, в жару я вам рассказывала, если нанести пудру и потом еще и прорисовать лайнером, то у вас получится брови на ровном месте, если у вас нет ни единой волосинки, но я для такого легкого эффекта все-таки пользуюсь только лайнером, я хочу вам сказать, что у меня есть оттенок Dark, то есть самый темный и если кто-то не знает, то не заметит, что у меня брови темнее или я нарисовала себе брови цветом, которые вообще не для моего типа внешности, потому что все они правильные, такие, ну вот Light он все-таки с небольшой оливкой, да, а Medium и Dark они правильные, серо-коричневые и вот если я беру потемнее лайнер, раз он есть, что-то добру пропадать или я ошибусь, да, я просто дорисовываю где-то пару волосков и на этом мои приключения с бровями заканчиваются и они также рисуют поверх гелий для бровей, которым мы сейчас и переходим. Я, конечно, люблю сверхсильную фиксацию, буквально как клей для бровей, вот это так и называется клей для бровей, но если вам нравится что-то среднее, чисто уложить или у вас уже есть ламинирование и вам нужно просто, знаете, немножко расчесать и слегка зафиксировать, то гель для бровей от Art Deco вам должен подойти, но это не такая фиксация железобетонная, о которой я всегда вам рассказываю, то есть это что-то такое лайтовенькое, но он тоже немного фиксирует, как видите, я тоже им пользуюсь, у меня ушла половина, поэтому я не всегда прям зализываю себе брови, второй гель с такой фиксацией посильнее, конечно, когда ты попробуешь что-то термоядерное, то потом все остальное окажется тебе средствами для детей, но я помню, как я хвалила гель для бровей от Lamelle, я читала, что есть разные отзывы, кому-то он там ничего не держит, кому-то так же, как мне очень нравится, в целом я считаю, что это хороший гель, потому что мой работает так, как я говорю, то есть на мне он укладывает все как надо, его можно еще наслоить, когда он не совсем подсох, то есть второй раз пройтись, и он такой прям мощненький и удобная маленькая щеточка, если же у вас брови не послушные, они живут вообще отдельной жизнью, если вам нужно что-то, чтобы их усмирить, то лучше, чем вот этот гель-клей для бровей от бренда Schwarzkopf вы просто-напросто не найдете, да, белорусский гель для бровей тоже был одним из моих любимых, но, как бы, если сравнивать даже форматы, то вот этот гораздо больше, здесь 16 миллилитров, и он еще мощнее, чем Lancome, чем тот же Luxe Visage, чем все остальное, что я пробовала, мне с ним просто быстрее, то есть расчесала и все, у меня есть запас гелей для бровей от Luxe Visage, но я как-то переключилась на этот и не хочу ему изменять, мне он очень нравится, то есть для меня вот это вот как бы замена Luxe Visage тоже. Самый крутой оттеночный гель для бровей это L'Oreal линейка Age Perfect и оттенок, который, опять же, подойдет очень многим, тауповый 02 Ash Blonde. Он с такой же фиксацией, как некогда мой любимый Lancome, здесь точно такая же кисточка, мне кажется, что они просто-напросто перенесли формулу моего любимого геля в бренд L'Oreal и я жду, когда у нас появится еще прозрачный, потому что это был мой незаменимый фаворит. Сейчас я нашла что-то другое, но среди оттеночной геля для бровей это мое самое-самое дорогое за не очень-то и дорого. Бронсеры и румяна. Начнем с кремового бронзера, он у меня один, поэтому не стану тут разглагольствовать. Kiko недавно показывала, насколько он великолепен в работе, насколько он простой и вообще у меня номер 200 это такой правильный бронзер, не рыжий и не слишком холодный, он подойдет даже светлой коже и с ним все у меня хорошо получается без каких-либо заморочек. Я просто крашу его, растушевываю и все. Но я знаю, что многие из вас все-таки предпочитают пудровые и я сейчас буду вам показывать то, чем я реально пользуюсь. Поэтому извините, упаковка выглядит так, как выглядит. Иногда она не слишком прочная и со временем затирается. Я это все протираю, вычищаю, но это не неуважение к вам, это просто реально так выглядит, если ты этим пользуешься. первый бронзер в цвете печеньки, такой правильный, не слишком холодный и не рыжий. Он такой вот, как мне нравится. Это Catrice номер 010 линейка Holiday Skin. И это как будто запеченный бронзер, то есть он пылит, да, он пылит, но он все равно наносится более плавно, он не оставляет каких-то резких переходов и плюс такой цвет естественный оттенок загара и пахнет чем-то а-ля кокосовым, таким немножко аромат каких-то каникул, какого-то отдыха. Следующий бронзер, по-моему, он тоже пахнет, да, кстати, но этот реально больше кокосово-ананасовый что ли. Это Vivo, вот такой большой бронзер, он реально огромный, он очень сильно пылит, но тем не менее это очень красивый бронзер, который так роскошно смотрится на лице, он более сияющий, чем предыдущий, он и потемнее, такой понасыщеннее, даже если я не загорела, то мне нужно быть осторожной, чтобы не переборщить, и его можно и на тело, куда-то там на декольте, если вы любите, на плечи и так далее, и у меня оттенок какой-то, наверное, самый светлый, да, 01, он тоже не рыжий, я не люблю бронзеры в стиле терракотты от Герлен, это не мое, господи, мне даже немножко перед вами стыдно, эта палетка много где была со мной, она часто у меня где-то под рукой, и все уже стерлось, это бренд Хэан, у Хэан самые крутые палетки для лица, самые такие и правильные, и простые по цветам, по текстуре, по работе, палетки для лица, средства для контурирования, они вот постарались, мне кажется, лучше, у меня даже нет, поэтому я принесла несколько, это их палетка прошлого года под названием Day Glow, видно, насколько сильно я от нее фанатела, особенно мне нравился бронзер, мне надо купить, у них отдельно продается бронзер, который мне советовала Настя, вот доберусь до него, до Хэба, и обязательно приобрету, это бронзер с небольшим сияющим финишем, и он как бронзера скульптор, два в одном, то есть он действительно подчеркивает скулы, но не чрезмерно, он не холодный, он даже на теплом подтоне смотрится красивый оттенок румян, чайные розы такой, и хайлайтер в цвете розового золота, который я чаще всего использовала в качестве теней, палетка, которая всегда лежит в моей дорожной косметичке, чтобы я уже как-то не парилась, ничего лишнего не таскала с собой, это тоже Хаан, их классическая палетка для лица, и здесь уже более холодный, ну тоже все-таки можно сказать бронзера скульптор, румяна здесь сияющая как нарс оргазм, то есть это розоватые румяна с золотистым переливом, и красивый хайлайтер в виде шампани, румяна, классика жанра, конечно, буржуа, я покопалась в своей косметичке и поняла, что у меня целых три, причем некоторые из них я покупала не один раз, и я не готова от них отказаться даже спустя годы, румяна в оттенке 34, боже, ну какая красота, это реально самый близкий аналог румян от нарс, оргазм, но вот эти, их еще по-моему надольше хватает, они компактные, их можно брать куда угодно, они в принципе в вашей косметичке не будут занимать много места, но они будут радовать вас при нанесении макияжа, вторые румяна, ой, они такие потерт, вторые румяна, ой, они такие красивые, в номере 48, это как такая холодная роза, и они сатиновые, они не такие блестящие, как предыдущие, хотя там для меня умеренный блеск, все-таки это не хайлайтер, а вот эти такие, которые чем-то напоминают румяна от бренда мак, вот, этот я так сильно любила, я так часто использовала, и они буквально нескончаемые, и еще одни, которые тоже забыла вам показать в подборке на весну, когда слишком много всего, ты потом начинаешь теряться, номер 16, это свежий персик, и они не оранжевые, они реально персиковые, это радостный цвет, и ой, красотень, они сияющие, но все равно это как-то так умеренно выглядит, и вы не будете блестеть, как новогодний шар среди дня, летом, весной, так что, если вам нравятся персиковые румяна, то 16 оттенок такой, конечно же, румяна паэзе с органовым маслом, у них там столько цветов и финишей, что можно потеряться, но вот если вы хотите что-то с небольшим свечением, но при этом, чтобы оттенок был персиково-розовым, таким даже, можно сказать, невестошным, он очень хорошо освежает, это номер 37, он появился у меня не так давно, поэтому еще даже не успела снять на него обзор, тут премьера, можно сказать, и персиковые румяна с золотистым отблеском, он, правда, достаточно сильно заметен, это номер 65, раз у нас тут такая персиковая вечеринка, одни из самых бюджетных румян, но на лице они, правда, как Том Форд, номер 01, Бель, вот такие румяна, они продаются у нас практически в каждом косметическом магазине, называется Golden Peach, это тоже персиковые румяна, тоже с золотистым переливом, но поверьте мне, что все они отличаются, и этот не рыжий, он подойдет даже тем девочкам, у кого светлый оттенок кожи, на лето, на весну, мне прям хочется каких-то персиковых теней, и таких сияющих румян, и персиковую помаду, у меня легкое персиковое помешательство, кремовые румяна у нас будут только одни, но зато какие, да еще и в двух оттенках, если вам нравится что-то спокойное, такое около персиковое, универсальное, как Hope от Rare Beauty, это реально аналог, в номере 2 от Evelyn, и вот эти, которые всегда мне казались более розовыми, но на щеках они персиковые, и придающие такую какую-то юность, и отдохнувший эффект, я вам недавно показывала в собиралке, и действительно после нанесения всего на лицо и на брови мне хотелось прекратить съемку и сказать, что на этом достаточно, потому что мне уже было красиво, но все-таки был макияж, и я продолжила, и вот этот оттенок 03 вы можете нанести и в маленьком количестве, для того, чтобы чуть-чуть придать своему лицу оттенок, или наоборот сделать модный эффект, они матовые, и их также можно использовать на щеки и на губы, я невеликая поклонница обычных хайлайтеров, и не часто ими пользуюсь, но когда мне подарили этот, я, знаете, просто опешила, когда его нанесла, потому что это как зеркало, то есть его можно чуть-чуть нанести, а можно прям вообще так отполировать свое лицо, что окружение будет видеть свое отражение, если вы работающий визажист, начинающий, если вы любите краситься, любите хайлайтеры, я не знаю, как вы живете без него, это бренд Paese Self Glow, и называется он Ultra, он такой вот двойной, оттенок посветлее, самый универсальный, а второй такой, типа, как знаете, немножечко бронзовый, я помню, что я накрасилась им после Хорватии, и просто не могла поверить, что такие хайлайтеры существуют, он очень интенсивный, при этом он супер гладкий, он реально, знаете, как наполировывает вашу кожу, он сияет, как ничто другое, я даже не знаю, как это описать словами, ни один сводч этого не передаст, и постараюсь найти ролик, где я его наношу, он мягкий, у него небольшой расход, и на тело куда-то там на ключице нанести, блаженство, хайлайтерное блаженство. Тени для век, я сейчас скажу несколько хороших слов в адрес Everlane, но поверьте мне на слово, что в этом видео нет никакой рекламы, у меня нет цели продвигать какой-то бренд, и вообще в 90% может даже больше случаев я все покупала сама, это мой выбор, мои вложенные деньги, мои впечатления и мои рекомендации, а следовать им или нет это уже ваше решение и ваш выбор. Так вот, я считаю, что у Everlane самое разумное соотношение цены и качества, и еще и вариативность, потому что они наплодили уже столько палеток, выбирали не хочу, каждый найдет что-то для себя, начиная от самых маленьких, которые у нас стоят там по 10 злотых, можно купить онлайн или со скидкой и того дешевле в Росмане бывает минус 50%, и такие восьмерки у них были, и большие палетки Мокко, Гламур, они тоже у меня все есть, мне их когда-то присылали, и часть из них я покупала, но вот эти палетки сейчас чаще всего у меня в использовании, особенно одна, которую я уже прям залюбила, вы можете выбрать такую гамму, которая нравится вам, скажу честно, что большие палетки, в принципе я сейчас использую реже, и не только от Эвелайн, а вообще у меня как-то есть мои личные предпочтения, и когда я крашусь, я хочу получить кайф, и при этом не особо заморачиваться, и вот сегодня на мне мой реальный максимальный макияж на каждый день, я вообще не собиралась снимать, и меня это устраивает, так я крашусь на праздники, куда-то там, на каждый день я вам сказала, что у меня тон и брови, ну а так вот, если нужно куда-то собраться, типа на день рождения с ребенком, или куда-то идем гулять, и мне хочется накраситься, я крашусь так, как вы видите сейчас, и вот беспроблемные тени, которыми я могу сделать и минимальный макияж, и чуть более яркий, и все в такой натуральной цветовой гамме, это палетка But Why Not от Эвелайн, с очень красивыми, нейтральными, не темными цветами, здесь несколько оттенков потемнее, которых достаточно для того, чтобы затемнить линию роста ресниц, чтобы нарисовать стрелку, и это чуть-чуть теплая гамма, я бы даже сказала, что она скорее нейтральная, потому что есть более холодная, и вот это как-то среди них всех типа как потеплее, но на самом деле они нейтральные, и здесь есть нужные оттенки для того, чтобы что-то подсветить, что-то затемнить, прорисовать складку века, и так далее, базовые, и короче, она просто идеальна, еще и за такую цену, я правда, ну, я покажу вам еще одну, да, но вот это та, которую я пользуюсь сейчас по факту чаще всего, есть еще одна палетка, даже побюджетнее, это бренд Essence, я покупала ее еще в Хорватии, девочки, 10 Pretty in Nude, я думаю, что где-то в Германии, в Австрии, ну, и в других странах можно найти онлайн, просто у нас Essence доступна не во всех магазинах, нужно как бы поискать, но в целом это такой бренд, который есть много где, и вот эта подборка, это тоже отменный вариант для тех, кто не любит интенсивные макияжи, и эти тени еще и хорошо смотрятся на возрастных веках, потому что они очень мягкие, они, знаете, как сатиновые, что ли, или как запеченные, вот у них суперпигментация, причем и у сияющих тоже, и некоторые из них, ну, настолько красиво мерцают, причем, знаете, без перебора, мне не нравится вот этот дешевый блеск на веках, как-то совсем не мое, если уж наношу что-то сияющее, то чтобы это было элегантно, посмотрите, это Essence, представляете? Темный оттенок, он не самый темный, то есть вы не добьетесь эффекта вообще насыщенного темного шоколада, это чуть другая история, но для повседневного макияжа, для тех, кто не рисует себе там какие-то картины на веках, а просто хочет что-то подчеркнуть, где-то чуть подсветить, скорректировать, или, знаете, сделать глаза более выразительными, ну, кто не умеет краситься, у кого две кисточки, такие тени можно нанести даже пальцами и одной кисточкой растушевать, второй прорисовать линию роста ресниц, и как бы мы готовы. Теперь я пошла мыть руки, а тени крутые. Тени с похожей формулой, но чуть дороже, бренд Isadora, у меня никогда не было их теней, и вот эти я покупала, по названию выбирала 01 Muri Nudes, что-то они ко мне пришли, я думаю, они прям сильно такие холодные, но когда ты начинаешь наносить их на веки, то у тебя получается нейтральный околокоричневый макияж, во всяком случае это так выглядит на мне, и они тоже как запеченные и немножечко сатиновые, то есть это не те тени, которые блестят, но они просто проще растушевываются с матовыми, иногда бывают какие-то там проблемы, да, они залипают, а эти вот хорошо плавно распределяются, и на любой даже недорогой базе под тени они настолько сильно видны, то есть можно сделать вообще ни разу не нюдовый макияж, то есть используя темный оттенок получается супер выразительно, и эти оттенки без свечения, то есть они как сатиновые, и благодаря вот такой формуле они хорошо ложатся не на самые молодые веки, да, даже у меня все-таки не настолько уже упругая кожа, появляются где-то какие-то заломы, я тоже многими тенями красила свою маму, и все-таки в определенном возрасте не все текстуры выглядят хорошо, они иногда наоборот делают эффект такого, знаете, скукожного века, как будто состарившегося, зачем нам это надо, раз уж вы создаете элегантный макияж, то нужно, чтобы это смотрелось легко, чтобы блестело там, где надо, чтобы хорошо как-то наслаивались цвета, да, чтобы не пятнили и так далее, и чтобы еще во все эти складочки не западали, те они хорошие, я покупала их на Золанду с неплохой скидкой и тоже вышло недорого, палетка от бренда Пупа, я соглашусь с вами, что это не самый дешевый бренд, но я человек скидкой, я вам честно говорю, даже сейчас помню, что эту палетку я купила за 10 долларов в сети Суперфарм, потому что попала на скидку 50%, я слежу, я не люблю переплачивать, в магазинах очень часто сильно задирают цены, поэтому кто ищет, тот найдет, я тому доказательство, вообще у бренда Пупа все вот эти палетки такого формата, они чудесны, и несмотря на то, что здесь есть несколько розоватых оттенков, которыми я не каждый раз пользуюсь, у меня есть такие любимые, вот этот Metal Beige, он как такой коричнево, чуть-чуть сияющий, как будто это Dior на глазах, честно вам говорю, у меня есть Dior, и поверьте мне на слово, что это очень похоже, или вот такой сияющий розовое золото, он очень интенсивный на глазах, и с ним невероятные нарядные макияжи, конечно, есть переходной, тоже серо-коричневый такой в складочку, единственный цвет, которым я не пользуюсь от слова совершенно, это вот этот белый, зачем он здесь, я не понимаю, лучше бы был какой-то ванильный, какой-то такой, знаете, нейтральный, или на худой конец бронзовый, но белый, что-то я не совсем понимаю, насыщенный, коричневый цвет, кофейный, которым вы можете прорисовать, например, линию роста ресниц, или же нарисовать аккуратную стрелочку тенями, тенями как-то мне проще всего, ну и розовые оттенки, сатиновые, я не совсем понимаю, здесь вот два матовых, темный и для складки, остальные, которыми вы можете играться, и тени хорошей пигментации, они не осыпаются, и тоже я работала разными кисточками, каждый раз я довольна результатом, это, пожалуй, самое главное, да, сияшки для век, их тоже можно найти в разных брендах, и когда у тебя есть базовая палетка, нужно сделать что-то нарядное, вечернее, там на праздник, на какое-то торжество, или ты хочешь просто-напросто разнообразить свой макияж, всегда можно купить вот такие однушки от Catrice, спасибо за ваше доверие, я знаю, что очень многие из вас их приобрели, там разные цвета, начиная от такого зеленого, заканчивая очень яркими, золотистыми, розовыми, и так далее, вот этот зеленый, это нечто, и мне даже жаль, что я им крашусь не столь часто, но все равно, когда хочется чего-то такого интересного, то вот это прям спасение, они очень пигментированные, они очень насыщенные, они мягкие, они просто переносятся на век даже пальцем, и вот накрасили свой базовый макияж, потом шлепнули себе на века какие-то красивые сияющие тени, и все, вы будете звездой вечера, номерки будут в инфобоксе, очень хорошие вот эти прессованные пигменты, написано, что это кремовые тени, но я не совсем согласна от Lamelle, линейка Moonrise, у меня оттенок Lira, он очень похож на мой пигмент от бренда MAC в оттенке TEN, тоже показывала вам в аналогах люкса, и у Sephora тоже есть такая сияшка, но тоже больше как Sparkle, оттенок Twinkle, Недавно был в аналогах люкса, он похож по формуле, даже еще красивее сияет, чем Charlotte Tilbury, или же глиттеры от HAN, берете любой цвет, они вот космические, я не отказываюсь от своих слов, это тоже не была реклама, рассказывала вам, и это факт, что они мерцают как сумасшедшие, жидкие и как бы кремовые тени для век, мне очень нравились в прошлом году вот эти от бренда Golden Rose, пусть они будут в этой подборке 2023 года, такой матовый в оттенке Mokka, нейтральный можно сказать, но он чуть темнее, чем вы выглядите в упаковке, потому что тени застывают и они автоматически чуть темнее, красивейшая бронза, насыщенная, они очень стойкие эти тени, 0,8, вообще у них в линейке там есть разные цвета, я взяла самые ходовые, чтобы самой попробовать, чтобы не валялись без дела и чтобы я могла посоветовать вам, тоже когда уже макияж полностью готов, можно нанести немножко вот этой бронзы или же в качестве единственного самостоятельного средства они застывают и тоже не скатываются или в качестве подложки под последующие какие-то сухие текстуры, конечно же кремовые тени от Kiko в стике я уже много раз их упоминала они очень простые они так быстро растушевываются даже если вы где-то там что-то не докрасили пальцем кисточкой растерли и побежали без каких-либо заморочек у меня несколько оттенков и хочется еще они очень пигментированные они стойкие тоже в качестве подложки или же самостоятельного средства красотень средства для губ мне не верится что мы добрались до этой категории буду поторапливаться слишком затянуто но пусть это будет большой гид по бюджетной косметике на 2023 год карандаши для губ тоже то без чего я не могу и мое открытие благодаря вам это карандаш для губ от Catrice у меня в оттенке 60 очень красивый насыщенный оттенок такой чайной розы и он даже может заменить вам помаду он настолько мягкий он кремовый он супер пигментированный автоматически еще и стойкий шик и большой рекомендацион если же вам нужно скорректировать форму губ и вы ищите какой-то универсальный такой нюдовый оттенок то у бренда Catrice есть очень красивые цвета я в последние месяцы купила себе несколько мне сейчас нравится холодный нюдовый нюд бейж такой коричневатый даже можно сказать но не слишком яркий и не рыжий и еще один чуть более розоватый так и называется нюд пинг но все равно он светлый один чуть более розовый а второй такой классический нюдовый чуть подороже но не менее классные это гелевые карандаши от бренда Sephora у них тоже регулярно бывают какие-то акции и скидки но он вот такой знаете аж жирненький это тоже холодный нюд которым можно красиво дорисовать себе где-то чего-то где-чего-то не хватает и это у меня оттенок 02 классический бежевый так оно и есть еще и карандаш автоматический так что очень удобно ничего не нужно подтачивать и два в одном и помада и карандаш потому что благодаря вот такой пигментации вы можете без проблем заполнить все губы средства для губ хороших очень много особенно бюджетных помад если вы хотите какой-то легкий оттеночный блеск у бренда Max Factor есть вот такая линейка ей 100 лет в обед но я почему-то только до нее докатилась у меня 35 оттенок это такой коралловый насыщенный на лето мне хотелось чего-то поярче у них есть более спокойные они полупрозрачные они увлажняющие ухаживающие оттеночные супер приятные конечно вот эти средства от бренда Hean это и блеск и масло два в одном такие восстанавливающие губы и придающие им сияние но при этом не жирные у меня есть все три и каждый из них люблю по-своему вот этот чуть более розоватый но берите такое как нравится вам масло для губ от NYX для меня это аналог подобному маслу от Dior нравится мне этот цвет такой позитивный супермодель хочется еще прикольный аппликатор тоже как во всех новомодных средствах он хорошо удерживается на губах его можно красить поверх любой помады карандаша или даже без ничего единственное отличие в том что блески вот эти блеска масла от Dior они как бы тинтуют губы особенно оттенок поярче который у меня а вот этот просто сразу смотрится слегка розоватым на помадах не буду как-то особо зацикливаться но та которая со мной уже пару лет у меня их несколько и сегодня она тоже была у меня на губах с самого начала видео и вообще с самого утра потому что снимаю после обеда она красилась с утра это Seventeen жидкая матовая которую я частенько упоминала она чем-то похожа на помаду от Armani именно по цвету то есть это такой кораллово-розовый оттенок но она жидкая матовая и очень стойкая она пигментированная ее можно накрасить даже без карандаша я должна признаться что я чаще всего использую какие-то блески наверное что-то такое прозрачное с карандашом но что касается цветов то мне очень нравятся вот эти помады от бренда Paese помада которая со мной часто где-то это Nude Total Nude в оттенке 103 она классическая матовая она не увлажняющая это именно такая немножко туговатая помада которая не прям сильно скользит по губам то есть наносить ее нужно на ухоженные губы или предварительно воспользоваться каким-то бальзамом блеском промокнуть и потом вот эту помаду но я как-то не испытываю дискомфорта она хорошо носится тоже не растекается не размазывается но это классическая матовая помада она может немножко отпечататься на стакане это не жидкая матовая но цвет у нее очень красивый такой выразительный коричневый нюд но не рыжий еще одна помада в такой же упаковке но она не матовая она увлажняющая кремовая с органовым маслом в оттенке 17 такой знаете современный нюд она не бежевая она как будто с персиковинкой но не прям супер теплая если ее использовать с более темным карандашом даже более прохладным или каким-то коричневым получается такой сочный эффект на губах она комфортная и полупрозрачная даже помада от лореаль которую все никак вам не покажу у нее такая сливочная текстура и матовый финиш супер пигментация она сразу отдает оттенок и я выбрала себе ну мой такой темный нюд чуть-чуть лиловый что-то в ней есть и коричневая ну в общем вот именно так она смотрится на губах то есть не больше и не меньше она без карандаша тоже сразу вот знаете наносится ровно плавно и хочу там такую коралловую какую-нибудь яркую вырви глаз почему-то сразу схватила вот эту были скидки и я такая мне надо оттенок интенсивный в номере 602 ленют футляр конечно такой элегантный и я от него без ума но как же он пачкается со временем потому что это как будто черное такое что-то прорезиненное бархатное и все к нему цепляется на этом у меня все я надеюсь что вам сегодня со мной было интересно и полезно не забывайте поставить пальчик вверх этому спонтанному видео пока что не могу обещать что в апреле я буду регулярно снимать ролики но как только у меня будет получаться я буду приходить к вам в одной из соцсетей а на этом пока-пока до новых встреч уже совсем скоро до новых встреч